Я пришла сюда работать 27 марта 1989 года. Конечно, очень волновалась, переживала, как меня примет коллектив. Мои ожидания, вернее, волнения оказались напрасными, меня очень хорошо приняли. Я очень благодарна тому коллективу, который мне передал весь свой опыт, передал все свои знания. У нас была очень хорошая группа. Все получилось, все хорошо. Мне было интересно работать. И я вот долгие годы здесь так и работаю. Как пришла, так и осталась работать. Мне очень нравится. Меня принимали вначале в отделе кадров. Очень долго спрашивали. Я проходила охрану труда. Это было так, все на таком уровне, понимаете, волнения. Я боялась что-то неправильно сказать. Я работала до этого в ателье. Пришла сюда, здесь все было совершенно не так. Все было более величественно, будем так говорить. Меня привели в цех, познакомились с людьми. И что я хочу сказать, что коллектив отнесся очень хорошо. И я перестала бояться. Сразу же меня выделили место, показали, что я буду делать. Дали какие-то эскизы для того, чтобы я их воплотила в жизнь. И это было интересно. Раньше мы разрабатывали свои модели вручную. Это было много бумаги, карандаши. Все это было так интересно. Ну и в первый день, конечно же, я что-то не делала. Я ознакомливалась. И все потом пошло своим чередом. Начальник меня представил. И все было хорошо. Я конструктор женской легкой одежды. Сейчас я работаю по индивидуальным заказам. Для этой работы я должна, конечно, проявить весь свой талант. Потому что работа с людьми и с художником, мы должны сделать так, чтобы женщина была довольна своим новым образом, когда она заказывает что-то. Каждая женщина хочет быть, когда приходит сюда, креативной, необыкновенной, индивидуальной. Поэтому мы должны, конечно, свой труд приложить так, чтобы все это воплотить в жизнь. Я сейчас работаю над данной моделью. Вот у нас есть эскиз, о котором мы с дизайнером все говорили. Я сняла мерки с клиента. По этим меркам, по эскизу я должна из ткани создать шедевр. Естественно, чтобы клиент был доволен. Для этого я делаю лекала. Я промеряю все абсолютно для того, чтобы это все разложить. Естественно, делаю какие-то особенности. Ну, особенности клиента, будем так говорить. И делаю раскладку. Для того, чтобы сделать раскладку, я, естественно, делаю всякие манипуляции, для того, чтобы у нас получился шедевр. Развожу драпировки, намечаю складки. После этого, вернее, делаю лекала по меркам клиента. Все это делается на ткани. На ткани размечаю все. Делаю драпировку, которая мне нужна. Вот, промеряю все досконально мерки. Вот, и только потом я все это намеляю. После этого, естественно, вырезается все. И отдается мастеру, который все это сметывает и готовит примерку. В процессе я принимаю заказ. Я разговариваю с клиентом, что нужно, что бы она хотела, как бы она хотела выглядеть. Мы с дизайнером оговариваем то, что она хочет. Предлагаем свои варианты. И когда мы выполняем заказ, каждая женщина в итоге должна в наших изделиях чувствовать себя королевой, принцессой. Она должна радоваться тому, что она у нас заказала. У нас очень много клиентов, которые долгие годы к нам возвращаются. Много раз. И я хочу сказать, что у нас очень многие заказчики, вип-персоны. Очень много клиентов, которые, несмотря на высокую цену, возвращаются к нам снова и снова. И очень довольны нашим результатом труда. Ну вот я создала брюки, которые будут внизу, юбочки. У нас юбка, брюки, жилетка и блузка. Начнем с брюк, которые мы разложили на ткани. Ткань бархат, он кроится по верху. Для того, чтобы она никуда не уходила. Нить основы. Нить основы промеряем. Вот. Затем мы все это раскладываем, чтобы оно было на ткани очень хорошо. И, естественно, намеляем. Намеляем. Придя на это предприятие, я, конечно, очень повысила свой уровень профессиональный, потому что с течением времени, конечно, это произошел большой рост. Вначале я работала на фабрике. Во всей Беларуси мы работали, разрабатывали одежду, техническую документацию на все фабрики Беларуси. Мы делали лекала, основы создавали. Потом у нас произошла модернизация предприятия. Естественно, мы уже работали на компьютерах. Что-то у нас происходило. Я тоже старалась участвовать в этом. Я делала очень много эксклюзивных вещей. Одевала наших артистов. Ну и также вип-персон. Это происходил рост благодаря тому, что, во-первых, дизайнерская одежда было очень много показов. Работа с дизайнером, это говорит о том, что ты все равно, конструктор совершенствуется, он поднимает свой уровень на ту высоту, которая соответствует нашему центру моды. Это не просто предприятие, это, можно сказать, направляющее всего, всей моды, всей моды Беларуси. Это единственное предприятие, которое сейчас еще осталось, и оно на плаву благодаря нашему руководству и благодаря нашему коллективу сплоченному, хорошему, всегда, который может прийти на помощь. И здесь очень творческие люди. Все творческие, хорошие, доброжелательные люди. После того, как мы сделали на мелку, мы берем и вырезаем это все. Вырезаем, естественно, все по меловым линиям, для того, чтобы мастер все это сделал, швы сохранил все, как я даю. Допустим, если это сантиметровые швы, значит, она будет вместе с метровыми сантиметровыми. Если полтора, значит полтора. Естественно, я промеряю все мерки данного клиента, чтобы бедра проходили, талия. Создаю фасон. Фасон создается или на лекалах, или на ткани, в зависимости от сложности модели. Вы знаете, я никогда не хотела уволиться отсюда. Никогда, никогда не хотела уйти и найти другую профессию или поменять ее. Потому что здесь очень такая обстановка, понимаете, коллектив дружный. Все это, понимаете, мир моды, это тебя затягивает. Ты постоянно в этом, ты творишь, ты создаешь такую одежду, которая тебя радует, которая радует клиентов. Я очень горжусь тем, что у меня было очень много студентов, которые работают по этой же специальности. Мои клиенты очень довольны, они возвращаются. И, понимаете, уйти куда-то, поменять на что-то. Это просто, ну, здесь такой уровень, что здесь настолько затягивает процесс создания всех этих показов, выставок. Это интересно, и это на самом деле для женщины, это, я считаю, что это очень хорошо, это очень хорошая профессия. Это стоит того, чтобы здесь работать и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»